Воспитанники Баргузинского детского дома обсуждают с воспитателем очень важный вопрос о доме, которого у этих детей пока нет. Перспективы туманные, но настрой вполне позитивный. Есть дальнейшие перспективы у нас. Выпуститься после детского дома, закончить успешную школу, потом поступить в какое-то учреждение, которое нам необходимо для будущей профессии. И вот потом уже со временем реализуется жизнь, будущее, но все равно страшно после детского дома выпускаться. Очень много случаев, когда обманывают ребят, которые выпустились из детских домов. А некоторые есть люди, которые реально желают детям помочь найти квартиру, жилье хорошее, чтобы они не потерялись. Ну, у нас есть родственники, которые могут нам помочь. Такими неравнодушными людьми оказались учредители благотворительного фонда «Надежда». Этот марафон – его первая акция. Цель – не дублировать государство по поддержке детей-сирот, а оказать адресную помощь тем, кто особенно остров не нуждается. Эта помощь будет адресована детям-сиротам, которые на сегодняшний день создали свои семьи. И в этих семьях сегодня воспитывается три и более ребенка. Потому что у нас сегодня такие семьи есть. Сегодня они стоят в очереди на получение жилья. Но так как наша очередь двигается в среднем 5-7 лет, поэтому мы хотели бы сегодня поддержать эти семьи, чтобы они были крепкими, чтобы они не распались. В Бурятии только формируется банк данных семей из этой категории. Пока принято четыре обращения. Кто из семей получит жилье в первую очередь, решит попечительский совет. Однако средства фонда направят не только на покупку квартир. Мы говорим, что в целом о детях, сегодня оставшиеся без попечения родители и детям в трудной жизненной ситуации, которые уже сегодня имеют семьи. Им все не надо же просто элементарно купить мебель, отремонтировать квартиру. То есть вопросов к этому фонду очень и очень много. В марафоне приняли участие все крупные организации и предприятия, депутаты, предприниматели и простые жители республики. Благотворительный фонд «Надежда» был создан в июне этого года. С тех пор удалось собрать полмиллиона рублей. И с первых минут начала марафона эта сумма стремительно растет. Постоянно пополняется расчетный счет, не прекращается поток помощи и здесь, в самом сердце марафона. Стартовав сегодня, марафон продолжится до конца октября. И это только начало благородной миссии, уверены организаторы. Алифтина Шаркшан и Илья Зиновьев. Новости дня.